Я хочу вернуться чуть-чуть вот к тысячелистнику, дать тем совет, кто не слышал еще, именно о том, что Хильдегард дает уникальный совет по тысячелистнику. И если предстоит какое-то оперативное вмешательство операционное, это будет то полостное очень серьезное или может быть даже как более или менее серьезное, всегда чем серьезная ситуация, серьезнее ситуация, она рекомендует обязательно до операции пропивать 7-10 дней водный настой по цвету в полыне, дабы избежать кровотечений, которые могут быть, извините, пограли в полыне, тысячелистника заговорилось, тысячелистника. То есть это может быть не терапевтическая доза, когда вы берете там столовую ложку на стакан, там на 300, нет, вы возьмете просто чайную ложечку буквально цветов без горки, то есть чайная ложка цветов без горки, хорошо измельченных, и заварили на 250 мл кипятка. И вот эта горькая водичка, так называемая, которая, скажем, будет иметь достаточно приятный вкус, горечность, челюстник послойный, просто уникальный по работе желудочно-кишечный трактов, как мы говорили с вами, она накапливая за 7-10 дней не даст возникнуть вот таким серьезным каким-то рецидивным состоянием, как то кровотечение, полостные кровотечения в том числе. Или же, значит, та же ситуация послеоперационная, чтобы не возникли никакие изменения потом. И вылечивание, скажем, выход человека, реабилитация, значит, серьезная, это тоже самый совет после операционного вмешательства. Тоже мы пьем неделю, неделю или 10 дней. Бояться тромбов не приходится, чтобы у нас, те, кто не знает, не возникли вопроса, как бы тромбы. Тысячевистник не пропила, не дает тромбозов. Вот для этих людей мы говорим, скажем, о том, чтобы не бояться кровотечения. Значит, об этом как раз говорит медицина Германии. Более того, именно выздоровление, выздоровление и благословляет не кто-нибудь, а главный фармаколог Германии. То есть это момент доказательной медицины уже. Пожалуйста, вот такой чудесный, простой совет. А по какому механизму работает этот совет? Вот дали ему этот совет, дала совет этот Хильдеган, да? Но в 12 веке, как говорила она сама, что вот Бог ей давал такие откровения, она это писала, с благословением Папы Липского в те времена. Хотя католическая церковь очень строго относилась к такого рода, скажем, обычно, измышлением, как часто. Это были не измышления, это действительно благодать Божья, которая водила ее рукой, как говорил в то время Папа Рюнский, и дал ей благословение. И сегодня клиническая медицина это подтверждает. То есть действительно так оно и есть. Если вы найдете работы в нашей, в российской школе, кандидатские, докторские диссертации по исследованию тысячелистника, вы поймете, почему именно вот все, весь состав биохимический тысячелистника может иметь вот такое комплексное воздействие на организм положительное. Всегда проблемы желудочно-кишечного тракта, любые, серьезные. Это всегда гипоцидные, гипероцидные гастриты. Это всегда язвенное поражение желудка, двенадцатиперстные пешки. Это опоследованное, как вы поняли, мы говорили, влияние на почку. И на почке, не имея почечного прямого назначения, одно из главных почечных предпочтений в растениях. Почему? За счет этого опоследованного действия через все системы на почке. Вот имеются слизи, слизи выводящие растения, хороший диуретик. Диурез очень серьезный при приеме тысячелистника. Это тоже в работах, значит, кандидатской работе не от нее было указано. И вот смотрите, совокупность этих факторов воздействия на желудочно-кишечный тракт. Возможность выводить слизи, значит, лимфатическое растение, как оно может быть лимфатическим, когда это растение кровоостанавливающее. Опять идет стык. Вы понимаете, как? Останавливая кровотечение, в некоторых случаях очень такие серьезные, одновременно может двигать кровь. Может двигать кровь за счет чего? За счет снятия интоксикации. Вот в этих во всех органах. Понижая жар крови, как бы сказали на Востоке, в китайской медицине, выводящий жар крови. А в операционных ситуациях жар крови, даже если оперируется неживочно-кишечный тракт, всегда общее состояние, правильно, вот в этом поле, в котором находится человек, операционном поле и потом, после, значит, выхода, всегда все системы и организмы испытывают большую нагрузку. Понятно? И за счет совокупности вот этих всех качеств, и диуретических свойств, и выводить слизи, и понижать состояние жара, скажем, в организме, улучшая функции желудочно-кишечного тракта, вот это все делает просто незаменимым тысячелезник. Я просто знаю прекрасно, что есть врачи уникальные, висцеральные терапевты, которые работают с животом пациента, и есть уникальные такие люди в моей практике, я знаю, что, вот я сейчас просто расскажу такую мини-зарисовочку такую, вы знаете, операционная ситуация очень серьезная, у человека удалена почка, удалена почка, это онкология почки, к счастью, это стоксулировано все это было, довели уже до того момента, чтобы когда операция могла с меньшими, скажем, проблемами была проведена, все это состоялось, все хорошо, и вдруг у пациента, у которого не было ни метастазирования, ни ничего такого, возникли боли в животе, и состояние, которое никто не мог, не просто боли, состояние, скажем, дискомфорта и боли невероятного, работали, естественно, здесь врачи в стационаре, значит, в котором он находился, и препаратами противовоспалительного ряда, и анальгетиками, обезболивающими очень высокого ряда, но вот это вот состояние не проходило, то есть то, что воздействовали на симптомы, а сама ситуация, которая происходила в желудочно-кишечном тракте, в брюшной полости, в частности, нет, не разрешалась. И вот удивительное дело, такой человек, замечательный вестеральный терапевт, кандидат медицинских наук, врач, у которого огромное количество специализаций, и, значит, главный врач центра, это Людмила Валериановна Адашевская, человек, у которого золотые руки, ну, само отчество Валериановна, как говорят мои пациенты, что от одной, от одного отчества становится уже легче, то есть человек золотые руки, совершенно хрупкая женщина, невероятно просто хрупкая женщина, красивейшая женщина, у которой такие еще красивые руки, которые умеют делать очень многое. И вот что самое интересное, она приехала, когда позвонили, я говорю, срочно тысячелистник, и Людмилу Валериановну обязательно в стационар, она руками это сделала. Позвонили Людмилу Валериановну, она приехала в стационар, и она сделала под удивленными взглядами врачей то, чего они не могли понять, что можно делать руками, простите, в животе прооперированного больного по поводу удаленной почки. она все поправила. Человек попил тысячелистник, Людмила Валериановна поправила, в висцеральной терапии живота, чтобы знали, если кто не знает. И я хочу сказать, достаточно было буквально одного ее приезда. Все наладилось. Все наладилось. Вот такое чудо. И потом Людмила Валериановна сказала, я думаю, что мое присутствие здесь больше не понадобится, а тысячелистник обязательно продолжайте пить. Он вам понадобится и для того, чтобы выйти быстрее из этого состояния, и после довечивания какой-то вот сбор хороший, который назначен, обязательно будет содержать тысячелистник. Понятно, да? То есть, воду мы им успели. Хочу сказать, что тысячелистники можно, тысячелистники говорить можно очень много, поэтому полюбите и внимательно отнеситесь к этой траве.